Вот интересно, кто еще не спит, кто еще не спит, кому не спится, кто чему, кому чего надо, надо бля, ночь. Привет. Причем, пусть там Бог делает другие, то это в наше ожидание пришествия можно затянуться еще на несколько тысяч лет. Я думаю, все из-за, вот смотрите, почему Бог пришел не сразу, почему не сразу дал людям развиться. И с этого, до потопа, не сразу как-то запустился процесс, а люди говорят, ну будем жить сами. Как Боги, Дух Святой нас не интересует, мы сами себя Боги, короче, сами себя живем. Бог в такой стороне стоит и говорит, о, не вечно Духу моему быть пренебрежением, все-таки моя земля. А люди говорят, да нас их надо, Бог-то, и все дела. Мы сами как Боги как-то обустроимся. Каждый живет, поступая, как думаешь, он поступает справедливо. Да, раньше оценка первой деятельности, первой деятельности мира, каждый поступал так, как считал справедливым. Ну, мне не сказали, что мы считаем что-то, ну как-то, по-плохому. Нет, мы по справедливости поступаем. И, короче, это справедливость, это поймалка за око, зуб за зуб, оскорбление за оскорблением, ну и превышением сил. Короче, кровлю свелась рекой. Кровлюлась рекой, людей убивали, мучили, рабство процветало, я так думаю. Короче, все, эксперименты какие-то были, ангелы тут сошлись. С неба брали. Шонки, великаны, короче, жизнь была ахиеть такая. Бог говорит, ну ладно, не вечно. Бум, спалю, утоплю этот мир. Ну, как котенков утоплю. Решил утопить. Думает, как утопить? Пока думал, думает, нет, ну все-таки оставлю я, продолжу эксперимент. Вот есть Ной. Ной откликает. И его семья, ну как бы так, из-за того, что было, предложил Ной, Ной согласился. Короче, Бог потопил землю. Вот, куда-то меня понесло. И вот я о чем. Людям все равно безразлично. Люди стали размножаться. О, кто-то подключился. Запиши себе же один глаз. Вот история после потопа уже продолжается. До потопа ты пропустил? А после потопа, вот смотри, опять люди развиваются, развиваются. И опять им, Бог, не надо, мы себе построим Вавилонскую башню. Сделаем себе имя. И Бог такой в стороне опять стоит, говорит, не, нифига себе. А я взял, смешал языки. Башня остановилась, стройка. Люди разбрелись по языкам, разделились. Вот, и пошел другой процесс. И так по сей день. Вот, один убежал. Мне интересно с вами, нет этих слушателей, значит, не ночных. Ладно, история продолжается. Кто-то в записи слушает. Ставим лайки, кстати, да, ставим, что интересная история. Я рассказываю, конечно, прямо удивительно интересно. Ожидаю ваших комментариев и лайков. Да, продолжаем. И вот опять Бог в стороне. Представляете, ему так к небесам башню строят. Ну, тут же сразу поклонники плоской земли. Вот смотри, достигнет до купола эта башня. И будут на уровне Бога. Бог, окна заглядывайте. Бог такой, не, 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 не. Что задумали, не остановятся. Достигнут они этого на уровне Бога. И он поломал. И дальше люди опять живут, 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 живут. Как хотят. Уже никак не написано, как хотят. Ну, просто как хотят, так и живут. Незакона им нету. Нету ни в ней ничего. Ну, примерно, все-таки, кто сильнейший. Кто хитрее и сильнее, тот и власти. И тут как-то там, с чего началось, с Авраама, я понимаю. Но после потопа пошло с Авраама. Более-менее так история. История такая деятельности Бога человека. И вот с Авраама, Бог соблазнил Авраама пойти в землю бетаманную. Там, где живет молоко и мед. Там, где строитель Бог. Ну, короче. Купился Авраам. Поверил Богу. И пошел. Ну, там было целое куча приключений. Противлений. Искушений. Ну, и опять, вот, пошли рабство. Рабство закончилось. Людей Бог выводит. Но Бог людей не интересует. Их интересуют огурцы, мясо. И возможность работать регулярно. Койко-место. И вот так. Вот. И рабство им тоже подходит. Они говорят, а зачем мы вообще вышли? Ходим, бродим, непонятно шо. Какие-то великаны, какая-то земля. Не подходит нам этот. Не подходит. И Бог такой стоит в стороне опять. Думаю, что ж такое? Бог стоит в стороне. Думаю, что ж такое, Господи? Неужели я такой неинтересный людям? Да, неинтересен. И вот Моисей один только заинтересовался этим горячим кустом. Видишь, даже Бог привлекает к себе внимание. Вот знаешь, не сам Бог привлек внимание, а куст. Ага, что это такое куст. О! Как он к Богу пришел, обратил внимание. Куст горит и не сгорает. Что это за чудо? О! Ну, приходится Богу применять спецэффекты. Если бы не спецэффекты, я думаю, Богом, никто бы не заинтересовался. Ну, реально. О! Там, он в Египте делал чудеса, ну, и волфы что-то подобное творили там. Ну, пришлось поубивать всех младенцев, чтобы уже остановить уже чудеса, никого не впечатляет. Какие-то чудеса, конечно, стрёмные там. Жабы там, мошки, кровь, вместо воды, огонь, и рад, и снег, и лед. Стрёмные, конечно, чудеса. Ну, вот, ну, это не интересует никого, пока не похоронят своих детей. Видишь, люди, вот сейчас тоже война у нас идет, и ничего никого не интересует, по крайней мере, Верховной Раде, пока не начнут они хорнить своих детей. Я ничего не намекаю, но кто-то может понять. Вот, смотри, какой подход. Как заставить Верховную Раду быть правильными, не убивая чужих детей. Ну, они же, конечно, отправили своих за границу, но там тоже можно достать. Я ни о чем не намекаю, конечно. Вот, и продолжая историю. Тут пришли эти, времена другие, завладели землей, и опять Богом забыли. Забыли, что там Бог творил, и когда опять припирает, люди вспоминают Бога, когда какие-то враги, и просят Бога, Бог, Бог, ты где? Защити нас от врагов, помоги, побей. И Бог такой, как вспоминал Авраама, да, обещал, придется помочь. Ну, по сути, опять Бог никого не интересует. Один-два пророка, и тех убивают, хотя они творят чудеса, какие-то знамения, но они не упоругания. Илья, Елисей, известные пророки, Исайя, Еремия, плачут слезами, разрываются одежды на себя, творят, на какашках еду готовят, вообще ужасная жизнь у них. Их убивают, изгоняют, презирают в народе своем. Это так к Богу относится. О, Бог появился во плоти. Ну, посмотрели, чудный, малый, чудный, малый Бог такой. И, и что, что мы видим? Ага, а мы видим, что, что, ага, что он, тоже сказали, да кто ты такой? Нас ты не интересуешь. Не мыть и воды, ель сюда-то убьем. Короче, иди, изгоняйте, если на Бог, презирайте его, да знаем мы тебя. Да вообще, иди ты нафиг. Ну, вот, хочется мы тебя добить, сейчас мы тебя вместе с этой блудницей и порешим. Ну, не зря же блудницу приводили, чтобы побить ее камнями. Ну, и думали, что он начнет богохульничать, что-то делать, и вы заодно и его. Толпа большая, камней достаточно. Думаем, и его вместе с этой блудницей замочим. но Бог спасает, Дух Святой спасает Иисуса, дает им мудрое решение. Они стыкнутся вдвоем одни, он и блуднется. Опять же, они становятся неинтересными. Подступиться нельзя, как бы кусается, можно нарваться на ответочку, карма прилетит. Вот, и вот он остается, он и блуднется, и кого он интересуется, кто начинает ими интересоваться, наверное, блуднется. Кто же этот человек, кто это же за личность, что так поступил, меня оправдал. В такой, казалось бы, безнадежной ситуации он меня спас. А так бы я уже сдохла, умерла, там кровью стекла, сотрясение мозгов и прочее, проломленный череп, и вообще, плохая эта смерть. Вот. Эти думали его тоже побить, но не получилось. И тут Иисус Христос уже его берут, ученики тоже кинули, нафиг надо, ты не царь, тебе ничего не получилось, сейчас тебя убьют, убили. И что они говорят? Ну что, пойдем ловить рыбу. Все. Финита ля комедия, да? Финита ля комедия, как-то, говорят. Все, закончилось это все. Все разочаровались, Иисус Христос. Что-то там почудил, да, интересно было, весело, даже к рыбку покушали, хлебчик, хлебушек порезли, и все. Вот Иисус сейчас ушел, вознесся, все смотрят на него, говорят, а что вы смотрите? и он придет, короче, как пошел. И вот сейчас, уже 2000 лет назад, Иисус, ну, их люди интересуют, как способ зарабатывания денег, славы себе, тщеславия. Ну, и опять же, некоторые просят, Бог защити, Бог защити. Но опять, мало кто интересует. Делать какие-то капища, подобно этим православным, католическим храмам, с этим указанием, что там где-то Бог, эти картинки, это вся дурня, которая отручает реально от Бога, не говорит про его натуру. Просто вот какие-то события там, ну, такое, делает какое-то шоу, шоу. И вот Бог как-то непопулярен, ребят. Бог в мире почему-то каждому непопулярен. Потому что у нас, у людей, претензии к Богу. Претензии, дебильная претензия к Богу. Он вам ничего не должен, да? Иисус говорит, я вам ничего не должен, я все сделал для вас, но почему-то что-то сломалось. Что-то сломалось, что у людей претензии к Богу, претензии к друг другу и сплошное недовольство. И вот сейчас тоже люди сидят, размышляют, когда придешь, что это будет. О, времена тяжкие стали, бог, а нельзя помягче. Ой, а как-то так, а вот это так, а вот это так. Некоторые играют роли, придуриваются, знаешь, лукавые, притворяются, что у них все хорошо. А я тут встречаюсь с людьми, какие разбитые судьбы, какие проблемные жизни. Где хоть один счастливый человек? Так, есть, мне убеждают люди, которые что, несчастливы, что бог их там то-то-то-то, а я смотрю, они несчастные. Я не вижу в этом никакого счастья. Они придуриваются. А бог, 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 сам живет хрен знает где и как. Сам бог говорит, а вот смотри, вы же считаете, что грешники, вы считаете, что грешники лучше вас. О, живут. А, да. Вы же опять недовольствовались. Вы мне говорите, да? Да. Кстати, это было, я с отворения рассказываю до сегодняшнего дня. Кто-то подключился. Напиши что-нибудь в комментарии. Что тут? Ирина. Ирина, Ирина, что ты меня смотришь? Ирина, Ирина, ты же меня не любишь. А она меня не любит. Она смотрит, не спится. Ладно, Ирина, ну, можно заходить, осмотреть. Короче, смотри. И вот пришло время, и все приходят поглазеть, позырить, получить свой кусочек славы, силы кусочек. Но бог... Вот, например, так же, как и ты. Кому ты надо? Вот я. Кому я надо, вот конкретно? Кто мной интересуется? Да, ну, поскольку, поскольку. Ну, кому я полезен, да. Я думаю, вот интересуются теми, от кого хотят что-то получить. Если от меня можно что-то получить, мной будут интересоваться. Если я начну кому-то что-то давать, ну, люди приклеятся ко мне. Пока я буду давать. Я перестану давать, все. Все это разойдется, разбредется, и ничего не будет. Так и бог. Бога ищут, потому что он что-то может дать. Бог что-то дает. Бог дает, дает, дает. Но даже он может сказать нет, и люди обидятся и уйдут. И все. Вот все отношения. Только некоторые люди интересуются Богом. Только некоторые люди, действительно, им надо... Кто же он такой? Что это за личность такая? Которые его знать хотят, понимаешь? Научиться как-то у него, иметь такие, какие-то отношения дружеские. Напроситься к ним в дом. Просить его к себе в дом. Разделить хлеб, жизнь свою. Поэтому ничего нового под солнцем нету, к сожалению. Мало кто любит Бога. Вообще никто не любит Бога. Вообще. Очень мало людей. Поэтому он Дух Святой нам дает, изливает сердца наши и любовь к Богу. А иначе просто мы уже сдохли, пропали, обескусились, обесценились. И просто были какими-то никчемными, сухими, пресными какими-то людьми. Которые ни себя, ни Бога, ни людей не любят. Просто жизнь во имя живота и прочих этих подвесов, кого какие. Дополнительных половых признаков. Вот и вся жизнь. Ну и, конечно, время от времени вопль. Что пошло не так, Бог помоги. Ну, знать Бога. Бог. Кому Бог себя вверяет? Не всем. Если им пользуются, а знать как бы и не позволяет Богу как бы в себе жить. Понимаешь, что значит знать Бога? Хочешь знать Бога? Пусти Его в свое тело, чтобы Он от тебя был тобой, чтобы ты был одержимым. И ты узнаешь Его. По-другому ты не узнаешь. И это люди не доверяют. О-о-о! Я буду от тебя, Бог, в книжках читать, но от тебя, тебе проявиться в себе не дам. Как это? Дух исполнится Духом, чтобы ты через меня действовал? Ага, что про меня подумают? Пьяный, идиот, дурак. Это ж... Я с ней буду себя контролировать. И ты говоришь, Господи, Господи, думаешь, что ж такое? Какая беда. Какая-то беда. Общество потребителей. Но нынешнее христианство, это общество потребителей, которое выманивает у Бога разными способами благословения себе. Финансовое, моральное, духовное, любое благословение. При помощи музыки, песенок, побритых рож и косынок на голове. Ну, что-то в этом роде. Вот на этом я эту часть заканчиваю повествование этого, в тёмный квадрат повествования о отношениях. Кто же знает Бога? Я знаю вас, Бог говорит, а вы меня нет. И вот, нежелание идти навстречу, познайте. Идите и укусите, как благо Господь. Ну, это столько предложений. Жених, свадьба. Ну, правильная свадьба – это самое главное. Не из-за страха, не из-за бабла, а из-за любви. Так, ребята, проверяйте свои мотивы, не из-за бабла, не из-за страха, а любого без познания не существует. На этом точка.